МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидеры и аутсайдеры в Хакасии каждый год составляются рейтинг городов и районов. В первом списке победители. У них стабильная экономика, хорошо развита предпринимательская деятельность, высокая средняя заработная плата. А вот жительские населенные пункты попали во второй список. По мнению специалистов, повезло меньше. В своем экономическом развитии они отстают от призеров. Где в Хакасии живется лучше, расскажем прямо сейчас. Оценивать города и районы – идея правительства Хакасии. Конкретные цифры показывают, где лучше развивают экономический потенциал. Пощрение не только моральное звание лидеров, но и финансовое. Приз – 350 тысяч рублей. Для местных бюджетов сумма немалая. Первый среди городов – это неудивительно Абакан. Жители центра – обладатели самой развитой инфраструктуры. В столице сосредоточены все социальные, культурные и спортивные центры. Здесь живет треть от всего населения региона. И это лишь по официальным данным. Большой простор для предпринимательской деятельности бизнесом в Абакане занимаются более 14% горожан. Наибольший показатель по республике. Аутсайдер же Сорск, занятых в сфере малого предпринимательства, в этом городе чуть больше 3%. Бьет рекорды Абаканы по жилищному строительству. За 12 месяцев в столице ввели 174 тысячи квадратных метров. Для наглядности это более 3000 стандартных двухкомнатных квартир. Существенно повлиял на лидерство Абакана среди городов Хакасии. Это высокий уровень рождаемости и естественный прирост населения. Около 500 человек в год составляют естественный прирост населения. Население Абакана и правда быстро растет. Только за прошлый год в столице Хакасии появилось на свет более 2000 младенцев. Демографического кризиса нет. Напротив, местные власти ускоренно решают проблему с местами в детские сады. Главный конкурент Абакана Сайногорск у него второе место. Выигрывает за счет двух крупнейших в республике предприятий. Как следствие, обладатель самой высокой заработной платы. Средняя сумма, которую получают сайногорцы в месяц, практически 30 тысяч рублей. Для сравнения, в конце списка Багратский район. Здесь работнику в среднем выдают 14,5 тысяч. Между тем, завидовать жителям Сайногорска не стоит. Доходят далеко не все деньги. Город Металлурга в тройке муниципальных образований, где есть просроченная задолженность по заработной плате. Между тем, в 2012 году у города был реальный шанс возглавить рейтинг. Открывает список районов три года подряд Алтайский. Население едет в район. Предпринимателей становится больше. Собственный доход муниципалитета растет. Об этом говорят цифры. За прошлый год мы сработали так, что у нас увеличилось предпринимателей малосреднего бизнеса на 29 человек больше по сравнению с прошлым годом. И мы почти на полтора миллиона рублей получили единый налог на умененный доход больше. В рейтинге самых безопасных территорий республики, если бы такой существовал, Алтайский также баллидировал. Самым низким уровнем преступности. Уступать пальму первенства в социально-экономическом развитии район не намерены дальше. Нисколько не слабее, уверены экономисты, Ширинский район, земледельческий. Приносит республике самые высокие урожаи. Однако в 2012 году он занял лишь второе место. Подвела погода. Сильная засуха и град погубили часть урожая. В результате природные сюрпризы отразились и на экономике района. Между тем, Ширинский посчитали специалисты за 2012 год прирост животноводствия. Практически до 10 тысяч голов. Замыкает тройку лидеров среди районов от Женикидзовский. За 2012 год уровень его бюджетной обеспеченности вырос. Увеличился объем розничной торговли. Но есть и минусы. Поступило меньше инвестиций в бизнес. Многие жители лишились работы и живут на пособия. Мониторить социально-экономическое развитие в Хакасии будут и дальше. Плюсы от этого уже увидели. За цифры не только хвалят или ругают. Отстающим территориям республика помогает. Если у местных властей есть на то желание. Когда глава района этим заинтересован, все равно показатели начинают улучшаться. Есть муниципальное образование, не буду называть его. Вот они просто для галочки поставили на поддержку бизнеса 100 тысяч рублей. Что может он сделать на 100 тысяч рублей в районе. И соответственно, такие же и темпы развития предпринимательства. С цифрами не поспоришь, какую социально-экономическую пользу приносит территория. Зависит в том числе и от вас. Ведь экономический рейтинг – это стимул не только для местных администраций работать лучше, но и для самих жителей. Участвовать в республиканских программах и продвигать свое дело. А вместе с ним – свой город или район. Редактор субтитров А.Семкин